Доброе утро, Республика! Действительно, за окошком еще темно раннее утро, и так не хочется вылазить из-под теплого одеяла для того, чтобы вы действительно взбодрились и вошли в новый рабочий день, новую рабочую неделю. Доброе утро! Осень – пора больших стартов и спортивных состязаний. Так, например, две недели назад, мы помним, в Тирасполе прошел IT-забег. В нем приняло участие полторы тысячи преднестровцев. И это больше, чем в прошлом году. Приднестровцы стали спортивнее. Наша редакция тоже принимала в нем участие. Не знаю, от кого вы бегали или за кем? Настя, как это было? За Арсением, потому что у него дистанция была самая маленькая, 2 километра, и он первый преодолел расстояние. Но это действительно массовое спортивное мероприятие, большой праздник спорта и всех людей, которые выступают за активный образ жизни. Есть традиции у бегунов? Да, конечно, поддерживать друг друга на дистанции. В любом случае вы совершаете такой круг. И когда бегун, который уже преодолел большую часть дистанции, бежит вам навстречу, обязательно нужно хлопнуть по ладони. И таким образом передается заряд отличного настроения, и он как будто произносит «ты сможешь, я в тебя верю, ты справишься». И вот так вот всем вместе на одной спортивной волне действительно бежать интереснее во много раз. Большое преимущество, что в этих приключениях могут принять участие все без исключения и дети, и взрослые, из-за того, что есть разные дистанции, разные длины. Есть дистанции для юных бегунов, полумарафон и марафон для профессионалов. Но не только протяженность дистанции влияет на результат, рельеф местности тоже играет немаловажную роль. Ну, то есть, если вы принимали участие в IT-забеге, вы сразу же могли понять, что в горку бежать гораздо труднее и тяжелее. Очень хорошо, что организаторы это предусмотрели. Первая самая сложная часть дистанции именно подъем, а дальше чуть-чуть легче. Конечно, в жару бегать сложно, наверное, поэтому осень все-таки пора для спортивных состязаний, потому что погода позволяет чувствовать себя максимально комфортно. Есть действительно большие спортивные марафоны, где протяженность дистанции измеряется десятками километров, и преодолеть ее могут действительно профессионалы. Только те люди, которые в спорте уже находятся постоянно, проходят такие забеги практически во всех крупных столицах мира. Интересные, на мой взгляд, два. Это марафон по Великой Китайской стене, там, где вам нужно пробежаться не только 42 километра, но и преодолеть перепады высоты, они до 200 метров. И плюс более 5000 ступеней. Но это довольно сложно. Одна ступенька, чтобы вы понимали, 40 сантиметров составляет, то есть это не перебираем ногами. Неравномерные и неравномерные, поэтому представьте, что будет с вашими неподготовленными коленями. Нужно к таким мероприятиям действительно готовиться заранее. Когда ты говорила о двух марафонах, которые тебе интересны и близки, я думаю, под вторым ты имела в виду экзотический Big Five марафон в Лимпомпо ЮАР. Да, и когда ты убегаешь не только от всех, кто дышит тебе в спину, но и от животных. А может, бежишь с ними в унисон, зебры, жирафы, кто там еще? Львы, конечно же. Но действительно дистанции сложные, но вас сопровождает машина, которая отпугивает всех этих экзотических животных, которые могут принять вас за жертву. Раз вы убегаете, значит, нужно вас догнать. Самое удивительное, что за это еще и выкладывают приличную сумму денег. Ну а Приднестровье на стороне ЗОЖ регулярно и несколько раз в год у нас тоже проходят забеги, так что далеко уезжать и выезжать из страны совершенно не обязательно. Накануне в Бендарской крепости прошел необычный забег. Участие в нем принимали тоже все от мала до велика, самые разные дистанции. Ну вот, что интересно, это не только сложность. Не уровень, а идти забегу в террасу. Да. Во-первых, полный круг, это уже не 5, а 6 километров, но чуть-чуть больше дистанция. А во-вторых, это темное время суток. Кромешная ночь. Как это было, с каким настроением пришли к старту и дошли до финиша в нашем следующем сюжете. Пробежать 300 метров для трехлетних спортсменов – простое дело. Родители рядом, поддерживают детей. Лев среди мальчиков финишировал первый. К забегу тренировались всей семьей. Туда, туда, другие мальчики первые пробежали, туда. А ты сюда прибежал. А вот на финиш, я первый. Мы тренировали его, да, то есть он у нас бегал на стадионе. Учили правильной технике, бегал. Для кого-то дистанция далась с препятствиями. Я чуть-чуть там запутался. Ну, потом нам сказали, обратно, обратно. Я послушался, я пошел. Третьим пришел. Трейл-забеги проводят постоянно на выходных в Бендерской крепости. Первая часть – езда на горных велосипедах. Нужно проехаться по бездорожью. Экстремальные приключения на каждой локации. Там был какой-то забор, в который надо было почти перелезть вместе с велосипедом. Потом дальше нужно было проехать. Люди красиво сидят, отдыхают. Ты смотришь на них, но у тебя доехать вперед было опасно. Дальше вот тут надо было подняться по велосипеду на себя, вместе с напарником. И вот здесь по лестнице залезть обратно на эту площадку. Все любители спорта собрались в крепости преодолеть дистанции с препятствиями. Крутые подъемы, спуски. Интерес в том, что проходит такая гонка ночью. Экипировка простая. Самое главное взять с собой фонарики и спортивную форму. Пробежать крепость до завода, спуститься вниз на дамбу, пляж и вернуться обратно. Расстояние от 2,5 километров до 11. Старт от памятника Невскому участвуют все, от трех лет и выше. Я вот поддерживаю, развиваю такие направления, как триатлон, бег, велоспорт. Как развлечение и бег, и что-то было интересное, и это был туризм немного. То есть Бандерская крепость была выбрана специально. Участники будут бежать по дамбе, и с правой стороны крепости будут очень красивые виды. Ночная освещенная крепость, рядом Днестр и Парк Невского. Совместить экскурсию со спортом так тоже можно. Спортсмены сами выбирают дистанцию. Для спортсменов перекус. В меню теплый чай, печенье и яблоки. Под зажигательную музыку разминка. Красивый закат идеально дополнил атмосферу. Организатор Игорь, он всегда старается делать мероприятия в каких-то интересных зонах Приднестровья. Благодаря этому ты узнаешь, что такое Красногорка, что такое Дубаскарская водохранилища. Мы как бы и так знали, но он немножко с другой стороны это показывает. По линии 10 5 километров пробегает не впервые. Как ты вообще решилась на такую дистанцию 5 километров? Да я уже два раза бегала. Где? Ну, первый раз в Террасполе, потом в Кишиневе и вот это третий раз. Как вообще ночью бежать? Боялась? Ну, там был очень большой рыбный запах и холмы. Еще там очень много людей с фонариками и пару раз перепутывали пути. А вот для Алифтины это первый забег и сразу ночной. Дистанция 5,5 километров. Первая медалька. Я очень рада. Эмоции зашкаливают. Это было очень круто. Это интересно. Именно ночной забег. Я бегаю, тренируюсь днем. А тут такая локация и ночью трейл попробовать. Супер. Получить новые ощущения, насладиться ночными видами крепости, пробежать за компанию или бросить вызов самому себе. У каждого спортсмена своя мотивация. Как вообще бежать ночью? То же самое, что днем. Только ничего не видно. Ночь, крепость. Вам не страшно было бежать? Нет, у меня были хорошие компаньоны, надежные. Мне было очень спокойно. Очень красивые виды. Мы успевали даже их чуть-чуть смотреть. Помогали фонарики от встречного транспорта. Хотя бы, чтобы они нас видели. Это преодоление себя и что-то новое. Ну, я и днем не особо часто бегаю, а ночью вообще впервые понравилось. Сколько пробежали? Два с половиной километра. Любительский забег. Вокруг цитадели. И добегая до пляжи, здесь поднялись вверх. Уже 6 ноября новое соревнование. Хайтрейл проводит ко дню милиции Дуатлон. Это когда участник бежит, потом едет на велосипеде и затем снова бежит. Место встречи – Слободейский район, село Фрунзе. Они проектируют здания и сооружения, следят и контролируют ход строительства и занимаются проектной документацией. Их профессия настолько увлекательная и творческая, что о ней действительно можно говорить часами. И сегодня эти специалисты отмечают свой профессиональный праздник. Да, сегодня Международный день архитектора. Естественно, эту тему мы не могли обойти стороной, вниманием. Тем более, что в нашей стране довольно много профессионалов в подобной области. Один из них сегодня в нашей студии – ведущий архитектор проектного института Максим Романченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Для архитекторов это действительно праздник? Отмечаете широко? Ну да, мы собираемся, отмечаем этот праздник. Поэтому мы летом еще отмечаем. Там есть, получается, Всемирный день архитуры и День Советской архитуры еще. И поэтому мы еще два раза празднуем его. Здорово. Насколько много в Приднестровье специалистов такого профиля? Ну, достаточно много. Потому что в каждом городе есть, как минимум, главный архитектор, который отвечает за… Городостроительство, да? Да, да. То есть согласование все должны проходить через главный архитектор, который находится в городах. И в каждом городе есть своя проектная организация какая-то. Наш университет ПГУ в эти выходные отметил свой очередной день рождения. Скажите, пожалуйста, вы его выпускник? Да, я филиал ПГУ выпускник БПФ. В Бендерах кафедра архитуры находится. И к счастью, да. Скажите, вот интересно, это профессия мечты? То есть вас первое, о чем спросили, кем ты хочешь стать, был архитектор или это пришло со временем? Нет, это была, наверное, профессия мечты, потому что об этом я мечтал с четвертого класса. То есть я вот как вот, ну, взял карандаш в руки, начали рисовать и думал, буду архитектором. Ну, как здорово. Здорово, когда мечты сбываются на самом деле. Не разочаровала профессия? Нет, абсолютно не разочаровывалось. Ну, были, конечно, моменты, когда я немного сомневался, туда ли я пошел. Хотя мне это всегда нравилось и нравится, но это, скорее всего, из-за неуверенности, может быть, в себе. А именно в профессии я не разочаровывался. Насколько сложно реализоваться молодому специалисту? Вот, допустим, учебный процесс, есть какая-то учебно-производственная практика? Есть возможность реализовывать свои самые смелые мечты, идеи, проекты в жизнь здесь у нас в Приднестрове? Ну, в рамках практики, когда я учился на четвертом курсе, или на третьем, не помню уже, мы делали центр микрохирургии глаза фасады. То есть разбудка фасады в центре микрохирургии глаза. И как бы это, ну, там не указано то, что, в принципе, я делал, потому что это было в рамках практики. А вот этим занимались мы. Вообще сильно тернистый был ваш профессиональный путь. Чем занимались? Расскажите, пожалуйста, о ваших проектах, которые, может быть, мы знаем о них. Ну, как бы, и проектов реализованных как таких мало, просто мы сейчас занимаемся проектными работами. И сейчас такие крупные объекты, это приемное отделение в Каменке, это я недавно сдал, и на днях еще рыбинская хирургия, там ремонт у нас, реконструкция. Что касается парковых зон, знаем, что парк Витгенштейна. Да, да. Там, получается, тоже я делаю фонтаны, то есть сухой фонтан и обычный фонтан, который, он на главной аллее будет находиться, этот фонтан. И вот в разработке тоже его буквально в следующей неделе начинаю работать над ним. Все знают о богатой истории парка Витгенштейна. Скажите, пожалуйста, нужно ли при реконструкции следовать канонам, которые там уже исторически сложились в плане архитектуры? Конечно. Мы, в принципе, это и делаем, соблюдаем все каноны, которые, и даже учитывая фонтаны, входную группу парка и сама реконструкция, то есть она, стараемся все вписать. А как оцениваете труд тех, кто его создавал изначально? Ну, как могу оценить труд? Ну, с точки зрения архитектуры. Это было мудренно для того времени? Ну да, конечно. В принципе, для нашего тоже это мудренно. То есть там все правильно сделано в плане планировки парка. То есть не разбито все в разным точкам. То есть целостность и вот эту целостность стараетесь во время реконструкции ее же сохранить. Ожидаем с нетерпением изменений в парке Витгенштейна. Первый Приднестровский всегда следит за новыми объектами, за их открытием, так что вы тоже будете в курсе. Ну, а если говорить в целом о масштабной, допустим, реконструкции и новых объектах, которые появляются у нас в Приднестровье, насколько они должны быть вписаны в то или иное пространство и соответствовать тому окружению, где будет находиться этот новый объект? Ну, в этом плане тоже. Мы соблюдаем и стараемся соблюдать все правила, так скажем. Потому что даже когда мы делаем проекты, делаем фасады, разработку фасадов, эти все проекты уходят на согласование. И на согласовании проверяется, то есть, градусы со льда улицы. То есть, чтобы были все... Ну, не выделялось это здание, не выделялось из общего вида. Хотела бы спросить, вы из Террасполя сам? Нет, я скетскан. Скетскан. Ну вот в городе, скажите, есть какие-то любимые объекты, места, которые вас восхищают, нравятся или на которые вот прям залипательно смотреть? Дом Советов мне нравится. Вот это здание мне нравится. Вообще, в Приднестровье приезжает очень много иностранных туристов, и вот этот отголосок и советского прошлого, да, и большой стройки послевоенного времени, их действительно привлекает. Как думаете, почему? Сталинская стройка — это же все вот такие вот однотипные здания. Ну, не совсем Сталинская стройка — это однотипные здания. Они достаточно тоже бывают разные. Просто есть назад в СССР, и у нас очень много памятников архитуры Советского Союза. Их достаточно, в принципе, по всем городам республики. И, ну, Террасполя — это, наверное, самый такой центр этих памятников, потому что Дом Советов, Дом Пионеров, как я не знаю, как называется он сейчас. Это наследие, наше достоинство или наш недостаток, и надо как-то меняться, уже что-то новое строить? Вы как считаете? Нет, это наследие. Достоинство, то есть, да? Это достоинство республики, потому что это сохраняется у нас все. То есть все памятники, все здания, фасады не меняются, в принципе, у нас советского здания, которые были построены в Советском Союзе, у нас фасады не перерабатываются. Со зданием фаворитов мы поняли. Скажите, пожалуйста, какой ваш стиль самый любимый? Вот будь ваша воля, как бы вы перестроили город или какой-то другой объект, в каком стиле бы он был выполнен? Наверное, классика, скорее всего. Мне больше близок к классике. Но, опять же, для нашей республики это очень спорно, потому что у нас Советский Союз. То есть здания все ближе к Советскому Союзу. Опять же, это достоинство. Что вас вдохновляет? Вообще архитекторы — это творческие люди? Или полет фантазии, ну вот, если речь идет о каких-то городских сооружениях, там, ну, немыслим? Ну, тут 50 на 50. Потому что, вот бывает, сейчас делаю, опять же, реконструкцию хирургии, там никакого творчества нет. А если взять фонтаны в парке Вильгинштейна, то там полностью шел в творчество. То есть полет фантазии, какой фонтан, это я решаю, каким делать там. А в хирургии, то есть есть СНИПы, нормы, САЭС, все это, и не влево ни в право. То есть надо уметь это все сочетать, да, чтобы в жизни любого архитектора и специалиста можно было и творчество проявить, да, и поработать вот строго по каким-то законам и канонам. А в какой момент архитектор счастливее? Когда он проявляет творчество или когда все наглядно, понятно, шаблонно, просто делай? У нас не бывает все наглядно, понятно, шаблонно. Ну, да, когда, скорее всего, когда творчество, когда оправляет. Ну, вообще творчеством мы занимались больше в университете, когда учились. Вот тогда творчество у нас занимается. Золотые, счастливые времена. Да. Тогда был упор больше на концепцию. На конструктив не было упора, а уже когда выходим на работу, там уже больше зависим от конструктива здания. Как не выгореть, чем вдохновляться и как продолжать в себе взращивать что-то прекрасное, интересное и творческое? Ну, смотреть зарубежную архиттуру, как минимум. То есть, видео зарубежной архитуры, архитуре. Ну, наверное, я вдохновлялся, когда учился в лахта-центре в Санкт-Петербурге. То есть, это одно из моих любимых зданий, которые... Там, ну, масштабы этого здания просто огромные. Начиная от фундамента и заканчивая шпилем. В реальности видели его? Нет, к сожалению, не видел. Но обязательно вижу. Максим, агентство по туризму для путешественников, для иностранцев, которые посещают нашу страну, разработали мозаичный тур. Вот давайте пофантазируем. Если бы это был архитектурный какой-то тур, какие бы объекты к обязательному посещению вы бы предложили? Ну, наверное, в каждом селе, в каждом городе есть такие объекты. Начиная от Кицкан, то есть Кицканский плацдарм, ДК, школы, и Тирасполь, Дом Советов, в Днестровске тоже. Дом культуры. Да, Дом культуры. Ну, в принципе, в каждом село. Чобручи, Слободзея, сейчас восстановили кинотеатр летний, тоже это наследие Советского Союза. А если движемся на север? Григориополь, Дубосары. Ну, то есть это не недельный даже тур в нашу республику, то есть в каждом населенном пункте при желании можно найти что-то удивительное, что-то неповторимое, невообразимое. Есть ли смысл что-либо реконструировать, да, вот даже из советского наследия? Как определяете? Есть ли целесообразность восстанавливать объект или лучше снести на его месте, не воссоздать, а соорудить что-нибудь новое? Ну, это зависит от состояния здания, несущего способного здания, то есть капитальные стены целые или нет. Если, допустим, перегородки в вольном состоянии, перегородки сносятся и новые ставятся, устанавливаются, а все зависит от капитальных стен. Насколько сложно сейчас молодым специалистам, выпускникам Приднестровского госуниверситета найти свое место здесь, в Приднестровье, как они могут себя реализовать, архитекторы на сегодняшний день? В последнее время в республике очень много восстанавливается объектов, то есть реконструкции, ремонты, фасады, интерьеры восстанавливаются и можно в дизайне. У меня до группники ушли некоторые в дизайн, то есть занимаются интерьерами, фасадами занимаются, кто-то занимается тоже архитурой. То есть работы много у нас в этой сфере, поэтому реализовать не так себя тяжело, главное знать, чем ты занимаешься, иметь понятие, понимать это все. В последние годы, мне кажется, все мы стали свидетелями того, как преображаются наши города, скверы, парки в них. И я думаю, ваша профессия очень-очень будет востребована и таковой является сейчас. Мы желаем вам творческих успехов и реализации самых смелых ваших идей, чтобы все приднестровцы смогли их увидеть на улицах не только Бюндер, но и всего Приднестровья. Спасибо. И от вас пожелания всем вашим коллегам в этот праздничный день. Могу пожелать карьерного роста, творческих успехов и чтобы вас и на работах. Это очень здорово. Мы присоединяемся к теплым словам еще раз с праздников всех причастных архитекторов нашего государства. На этой неделе свой профессиональный праздник отметят учителя. Настя, ты помнишь своего первого учителя? Да, я помню своего первого учителя. Первый звонок, первый урок, все как по песне Людмила Михайловна Кулибаба. Вам огромный привет. Ее сын, кстати, архитектор и мог бы быть гостем в нашей студии и отметить свой профессиональный праздник тоже у нас в гостях. Тоже передаем привет. А у вас была бы встреча выпускников, да? Да, на Первом Приднестровском. А я тоже помню своего учителя Мария Федоровна. Она меня уже не узнает спустя годы, а вот я в ней все-таки могу еще разглядеть те черты своего первого молодого, красивого, очаровательного, доброго учителя. Действительно, для каждого из нас образ учителя, он такой и эпичный, где-то метафористичный может быть, но в принципе мы все равняемся на своих учителей, на своего первого учителя, потому что именно этот человек не только ведет к знаниям, но и воспитывает нас, потому что большую часть дня мы проводим действительно в школе. Мне кажется, по-настоящему оценить роль учителя нам помог карантин. Причем не только родители поняли, какой это важный человек в жизни ребенка, но и сами дети тогда, как никогда, мне кажется, хотели в школу. Мы делали опросы в одной школе, и все единодушно сказали, да, мы так хотели в школу, мы так по ней скучали. Мне кажется, во всех возрастах роль школы очень важна. Если это ученики младших классов, то там не обойтись без первого учителя, который помогает тебе писать в прописях первые-первые свои буквы. А еще после урока физкультуры заплетет тебя, когда-то причешет, да, и платочек для мальчиков в карман бережно вложит. В общем, переоценить роль этих прекрасных людей действительно невозможно. Учитывая то, что мы идем много со временем, и образование наше становится тоже современным, внедряются современные цифровые технологии. Мне сейчас стало максимально просто вовлечь в этот учебный процесс не только детей, но и их родителей. Благодаря электронному журналу, да, можно ввести логин и пароль и следить, как учится твой ребенок. Или смотреть, вырвал ли он ту или иную страницу дневника, или нет. Да, уже не пройдешь родителей. Да, еще в современном мире появляется все больше уникальных школ, которые отличаются новаторскими идеями, уникальным учебным пространством и особенной системой образования. Мы предлагаем вам немножечко вдохновиться и посмотреть на эти школы будущего, которые стали нашей с вами реальностью. Настя. Итак, отправляемся в начале Франции. Там открыли зеленую школу. В урбанистичном мире выглядит вообще довольно неплохо, потому что серые улицы, мрак, а тут-то зелень буквально на каждом этаже. И таким образом ребятам прививают любовь к экологии, они ухаживают еще за всеми этими растениями, ну и выглядят действительно потрясающе. Да, в этом контексте стоит, мне кажется, упомянуть школу в Дании. Это школа с принципами open space. Здесь нет фактического разделения аудиторий, то есть это общее пространство для учеников, где обучаются как младшеклассники, так и старшеклассники. И невероятную винтовую лестницу в четыре этажа, они между собой называют сердцем здания, причем единогласно, единодушно. И поскольку старшеклассники этой школы планируют связать свою жизнь со СМИ, школа способствует их коммуникативному развитию. То есть во всех уголках учебного заведения есть высокоскоростной интернет, что не может не радовать. Еще одна школа находится в Колумбии, ее называют красочной школой нового уровня. Учатся там именно младшеклассники. То есть они попадают вот в такое невероятно яркое пространство, где учеба вместе с игрой. И вот этот игровой процесс приводит к максимальному усвоению новых знаний. Но на самом деле, в какой бы яркой, креативной, невообразимой школе вы не обучали, самое главное — это учитель. Какой бы педагог вам не попался, может быть, вам кажется, что он чересчур строгий, но именно в строгости воспитывается ваш характер. Всегда нужно искать положительные стороны, а плохих педагогов не бывает, потому что это действительно призвание и огромный труд. Накануне профессионального праздника мы с нашей съемочной в лице Насты побывали в одном уникальном образовательном учреждении, и оттуда наш выпуск — это профи. Эти специалисты нужны абсолютно всем. Без них не бывает ни врачей, ни инженеров, ни великих ученых. Добрые, чуткие, проницательные. Конечно же, это учителя. И вы согласитесь, это не столько профессия, сколько призвания веет, чтобы воспитать юных приднестровцев. Нужно обучить их не только основным общеобразовательным предметам, но и привить в них любовь к родине, развить патриотизм, служить самым настоящим примером. И это профи. Мы сегодня приехали именно к таким специалистам, и не в общеобразовательное учреждение, а в Суворовское военное училище. В этом году здесь 300 суворовцев, и сейчас будем с ними знакомиться. График у суворовцев довольно плотный подъем в 6.00, дальше зарядка, завтрак и построение на плацу. Каждый учебный день начинается с поднятия государственного флага и гимна Приднестровской Молдавской Республики. Такой ритуал формирует дисциплину и воспитывает патриотизм. Ну а дальше строим на занятия. 8.20, звонок и начало первого урока. В Суворовском военном училище такие же дисциплины, как и в общеобразовательных школах, но занятия здесь проходят строго по уставу, поэтому учителя хоть и гражданские специалисты, но на уроке самые настоящие командиры. Ну что, нам пора знакомиться с классом. Это очень волнительно, скажу я вам, тем более, что сегодня у меня урок истории с 11-ти классниками. Ни пуха мне, ни пера. Самая главная задача Суворовского военного училища – воспитать достойного гражданина, грамотного, всесторонне развитого и патриотичного. Поэтому уроку истории здесь особое внимание. Суворовцы изучают мировую историю, историю Отечества и Приднестровья. Есть и дополнительные занятия, например, кружок «История в лицах». Я прошу обратить ваше внимание на фразу, которая у нас лозунгом является на уроках истории. История не учит, она наказывает за невыученные уроки. Если ты не знаешь историю, они это усвоили. На исторических примерах. Мы не раз об этом говорили. Если ты не знаешь историю, ты будешь совершать ошибки. Если ты будешь знать историю, то ты будешь прогнозировать в таком плане, чтобы избежать ошибок в прошлом. Они это четко понимают. Я всегда их обращаю к началу истории нашей Приднестровской современной независимой государственности. И они прекрасно знают, понимают и гордятся, что те, кто создавал республику, отставивали ее в боях против агрессии Молдовы, это их отцы и деды. Они творцы истории. Для них это очень важно. И они прекрасно, на мой взгляд, поняли о том, что они придут к ним на смену, они будут строить республику, защищать ее. А потом ихние внуки, ихние уже внуки, будут учить историю, которую уже они будут творить. Вот какова мотивация. И мне кажется, они это усваивают. Ну а тема нашего урока – «Россия после революции 1905-го». Мне предстоит закрепить суворовцами аграрную реформу Столыпина. Для меня это тоже своего рода урок, потому что меня попросили подготовить для вас аграрную реформу. Я знаю, вы ее уже проходили, изучали. Поэтому, я думаю, отвечать на мои вопросы не составит для вас труда. Во-первых, на какое время эта реформа была рассчитана? Столыпин сказал, дайте мне 20 лет без войны, без революции, тогда вы узнаете Россию. Правильно. Почему многие присаживались? Возвращались, потом обратно. Людям не нравились такие условия. Им хотелось иметь и водородные земли, ну и хорошие условия. На ваш взгляд, чтобы реформа действительно принесла свои плоды, какие изменения нужно было внести? Можно предоставить хорошие условия христианам, дать им хорошие земли. Ну, одно понятие, кроме Столыпинского галстука, Столыпинские вагоны. О чем это? Пожалуйста. Это вагон, в котором была в центре буржуйка. Как особо ответственный учитель, перед уроком я изучила тему основательно, поэтому вести диалог с суворовцами о вкладе Петра Столыпина в изменение России труда не составила. Конечно, да и в Ставии Тимофеевича мне еще далеко, но мне кажется, за проведенный урок оценку хорошо заслужила. Спасибо за то, что уделили мне время. Вы действительно здорово владеете знаниями, историческими знаниями. А история для суворовца, мне кажется, действительно важный предмет, один из важных, потому что без знания вот этой вот истории мы не сможем построить историю нашей республики. Спасибо вам большое. Помимо основных занятий у суворовцев есть и дополнительные этика, факультативы по русскому языку и математике, спортивные секции. По желанию в Суворовском училище можно заниматься музыкой и танцами, а вот здесь старшеклассники осваивают IT-технологии и 3D-моделирование. Ну, сейчас у нас Суворовец разрабатывает модель транспортного средства. Прежде чем сконструировать, они должны выбрать объект, потом изучить этот объект, то есть какая модель, какой год выпуска, какое назначение, и потом уже пытаются это сделать самостоятельно. То есть так же само вот те же пушки. То есть чтобы построить пушку, они должны понимать, что есть ствол, есть лафет, какие виды лафетов. Ну, тут все знания накапливаются. Тут и история, тут и география, тут и МВП, математика, физика. То есть это тоже надо все учитывать. То есть здесь они могут применить знания, полученные на других предметах, уже на практике. Активно внедрять в образовательный процесс передовые инновационные технологии здесь начали еще несколько лет назад. Во время дистанционного обучения ввели электронный журнал. Сегодня, по примеру училища, его преимущества уже смогли оценить более 150 школ республики. Ну, главный плюс в том, что в образовательном процессе в онлайн-режиме участвуют уже все участники. Это и суворовцы, это и преподаватели, и, конечно же, родители, которые находятся в разных уголках нашей республики и могут посмотреть успеваемость своих детей. Ну, учитывая, что 5 дней в неделю ребята находятся именно здесь, на базе учебного заведения, это довольно и популярно, и удобно. Ну, сама ситуация требовала того, чтобы родители были в курсе, как обучаются их дети. И, соответственно, уже когда суворовцы убывают домой, родители уже были в курсе, как у них идет учеба. Вы можете, как педагог, сравнить, где легче, проще и комфортнее преподавать. В общеобразовательной школе или есть специфика этого учебного заведения, в которое подстроился, и, в принципе, тот же учебный процесс. Здесь идет тот же учебный процесс, но в каждом учебном заведении есть какие-то свои правила, какие-то свои требования. У нас здесь более организованно начинается учебный урок. То есть это доклад, это построение, и, соответственно, точно так же заканчивается урок с докладом и построением. Та же самая специфика, та же самая работа, та же самая дисциплина, только она у нас стоит на повышенном уровне. Для учителя, современного учителя, какие важны качества на сегодняшний день? Для учителя сегодня важно для того, чтобы он постоянно обучался, то есть постоянно повышал свою квалификацию и свое образование, потому что технологии не стоят на месте, и эти технологии уже внедряются в учебный процесс, что и вот показал электронный журнал. То есть здесь были несколько различных инновационных технологий, и наши преподаватели довольно-таки легко использовали данные технологии, и их до сих пор используют. Тираспольское Суворовское училище формирует кадровый потенциал Приднестровских вооруженных сил и правоохранительных органов. Здесь готовят младший командирский состав, и действительно большинство суворовцев выбирают военный путь. Идут служить вооруженной силой ПМР или учиться в военный институт Министерства обороны. Так что здесь настоящая военная кузница. Вторая половина дня в Суворовском военном училище это общая военная подготовка. Если в общеобразовательной школе у мальчиков-старшеклассников есть предмет НВП, то здесь буквально с первого курса суворовцы занимаются изучением основ общей военной подготовки. И наш следующий урок будет проходить вот здесь, на плацу. У нас седьмой класс, да? Сегодня на занятии, с чего начинается урок? Каждый урок, как и в обычном классе, при приходе преподавателя суворовцы должны поздороваться. То есть мы начинаем наше занятие с общегоинского приветствия. В Суворовском военном училище не существует понятия погоды. Если запланировано занятие по строевой подготовке на плацу, оно проводится в любую погоду. Будь то дождь, снег, либо другие какие-то природные катаклизмы. В армии все должно происходить строго по порядку. Заместитель командира взвода. Построение взвода в две шеренги. Взвод! Разойдись! Занятия ОВП бывают инструкторскими и инструкторско-методическими. В первом случае взвод делится на отделение, и каждый командир пробует себя в роли преподавателя. Таким образом, суворовцы даже на первых порах получают опыт командования. С пятого класса суворовец учится чему? Они сначала изучают теорию военную и основы строевой подготовки. То есть они должны уже где-то с первого месяца уметь ходить строевым шагом, уметь ходить походным шагом. Как это у них получается? То есть с каждым годом это все шлифуется и становится лучше, лучше и лучше. По выпуску, по выпуску, мы выпускаем уже выпускников наших, которые вполне могут справиться с ролью младшего командира в войсках. Построили в две шеренги. Командуйте дальше. Быть преподавателем военных дисциплин оказалось еще сложнее. Носить форму, конечно, почетно, но ей нужно и соответствовать. Поэтому я решила остаться в роли стажера и пока суворовцы оттачивают строевые приемы, погрузиться в тонкости преподавания. Насколько строгим нужно быть к ним? В отношении учителей в обычной средней школе совершенно другое, чем у нас. Мы понимаем, что наши воспитанники являются тоже учениками, подростками, но в то же время они воспитанники Министерства обороны. Соответственно, учитель должен знать ту грань, насколько быть строгим и насколько быть мягким. На уроках гражданские учителя должны требовать от суворовцев четкого и жесткого повиновения. Соответственно, суворовцы обязаны выполнять команды учителя. Соответственно, уже здесь, на занятиях общей военной подготовки, они не чувствуют какой-то другой атмосферы, а на просто продолжение той обстановки, которая царит в учебных заведениях. Скажем, наоборот, на занятиях по общим дисциплинам суворовцы не чувствуют разницы с занятиями по основам военной подготовки. И продолжение ко всему в повседневной жизни, кроме занятий, за жизнью подразделения следят уже опытные офицеры, замечают офицеры, учителя, тех из них, которые более подготовлены, у них есть лидерские качества, им присваивают специальные воинские звания, назначают на должности. То есть дети уже даже с пятого класса стоят на должностях командира отделения, заместитель командира взвода. Это для них почетно, они стремятся уже соответственно. Они с гордостью приходят домой в увольнение и говорят, что меня назначили командиром отделения, я уже командир. Поэтому да, действительно, у нас здесь мини-армия, мы не можем от них требовать невозможного, мы не можем их наказывать по всей строгости военных законов. Но они все это тоже понимают и стремятся выполнять и учиться должным образом. Так как они сюда пришли добровольно и самостоятельно, они сами избрали путь военного. А лучшие награды для любого учителя достойные ученики, грамотные, воспитанные и дисциплинированные. И сегодня я в роли преподавателя Тираспольского Суворовского военного училища завершаю свой выпуск с чувством гордости за наших будущих защитников, достойных граждан Приднестровской Молдавской Республики и отдаю воинское приветствие не только суворовцам, но и учителям одного из самых образцовых учебных заведений Приднестровья. Внимание к нашему краю особенно повышается, конечно же, летом, потому что лето – это пора каникул, отпусков и путешествий. Но и сейчас туристов в Приднестровье приезжают немало. Это уже не большие туристические группы, а индивидуальные экскурсии. Да, большой интерес иностранных туристов к нашей стране подстегнуло участие нашей дорогой команды «Шериф» в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Сотни туристов мы видели в прошлом году и имели удовольствие и интерес с ними пообщаться. Это были люди с разных стран и даже континентов. Не так давно, кстати, я повстречала блогера из Италии. Мы записали с ним небольшое интервью, которым поделимся уже на этой неделе. Он ведет свою страничку и исследует страны, о которых мало кто знал. И вот во всеуслышание заявят о Приднестровье. Он приехал из Италии, налегал на наш кофе, говорил, что он ничем не хуже итальянского, а также похвалил нашу кухню. Говорит, прямо как у бабушки дома. Но действительно, люди, которые приезжают сюда буквально на несколько дней, чтобы посетить какие-то знаковые туристические объекты, это военно-исторические памятники, памятники истории, памятники природы и культурные достопримечательности, они здесь задерживаются, как правило, на дольше. Или потом, уезжая в свою страну, начинают больше изучать о Приднестровье, о нашем крае, об истории нашего края, и возвращаются сюда вновь уже в расширенной такой компании. Многие приезжают сюда на несколько месяцев, остаются жить, вести свой бизнес каким-то образом удаленно, и наслаждаются неспешным течением жизни здесь, в Приднестровье. Но вы с Арсением, как путешественники по республике исследователей, как думают, что привлекает и какой район, и вообще, что им здесь больше всего нравится? Касса Караман. Дом-музей Касса Караман. В прошлом году, когда мы побывали там, несмотря на то, что это был пандемийный год, хозяйка дома поведала нам, что несмотря на пандемийные ограничения, уже к тому моменту ее дом посетило около тысячи, и даже, может, сверх того, туристов. Конечно, им нравится Приднестровье, им дают возможность пожить в гостевом доме, поспать на печке. Так, например, были в ее доме американцы, и они так сильно заспали, что на следующий день после их ночлега она вот ходила под окнами и думала, ну, сколько можно спать, караулила, когда же вы уже встанете, даже немножечко начала переживать. Был у нее гость из Японии, ему было 87 лет, и он был самым младшим в этой семье. Все остальные братья и сестры, как она нам рассказывала, старший, в общем-то, в здравии... Долгожители еще и путешествуют, да, вот в таком преклонном возрасте, но действительно европейцы интересуются нашим местным колоритом, потому что в Европе осталось очень мало уголков, таких деревень, да, где можно погрузиться в историю, посетить мини-ремесленные такие предприятия, семейные дела у нас в Приднестровье. К счастью, это сделать можно и нужно не только гостям из-за рубежа, из дальних стран, но и нам, приднестровцам. Поэтому в первую очередь надо, чтобы мы исследовали наш край, нам было что рассказать. Ну, а накануне наша съемочная группа встретилась с еще одним гостем, он тоже предполагал приехать ненадолго в Приднестровье, но вот решил задержаться и сейчас погружается в нашу приднестровскую культуру. Да, что покорило иностранца, узнаем в нашем следующем сюжете. Добрый день, доброе утро, спасибо, до свидания, пожалуйста. В Приднестровье уже три месяца, а от французских традиций не отказывается. Бернар Верди, турист из Тулузы. Круассан на завтрак – обязательное условие, но и приднестровскую кухню тоже распробовал. Я пробую приднестровскую и молдавскую кухню, она мне очень нравится. Обычно завтракаю, обедаю и ужинаю в разных ресторанах. У вас очень вкусно. Я не запомнил названия традиционных блюд, потому что они у вас довольно сложные. Качество и вкус круассанов в Приднестровье ничем не уступает французским, и вся ваша выпечка меня очень радует. Винверская крепость уже в списке любимых, за продуктами только на зеленый рынок. Готовит Бернар не так часто и в основном французскую кухню с местными рецептами пока не разобрался. У вас замечательный рынок. Часто туда хожу, там всегда свежая продукция. Я не очень люблю покупать магазинные продукты. В первую очередь мне нравятся, какие открытые здесь люди и то, как они идут на контакт. Здесь я познакомился с некоторыми хорошими людьми, которые говорят на французском. Ежедневные прогулки по Тирасполю уже традиция. Екатерининский парк, озеро и фонтаны всегда привлекают внимание. А еще открытые и дружелюбные люди, чистота улиц и архитектура. Бернар живет в хостеле. Пока не работает, мешает языковой барьер. Когда уедет из Приднестровья, еще не знает. У нас, говорит, ему спокойно и легко. У вас много развлечений для детей. Дети в Тирасполе очень воспитаны. И видно, что для их родителей это очень важно. Во Франции не все так себя ведут. Несколько хороших знакомых из Приднестровья уже есть. В планах прогуляться по Бендерам и посетить Дубосары. Ну что, как всегда, по понедельникам у нас гость редкой профессии, потому что она переводит с языка звезд. Юлия Афонина, доброе утро. Доброе утро. Что расскажете нам? О чем расскажете нам сегодня? Прогноз на неделю. Что будет ждать нас в течение недели? Итак, на вашей левушке. Да, у нас будет такое событие, как оппозиция между Венерой и Юпитером. Оппозиция — это всегда сложный аспект, то есть это напряжение. Причем будет касаться оно больше женщин, потому что Венера — это женская планета. Поэтому заранее говорю, что женщинам лучше отменить походы в салон красоты и, например, маникюр, пятикюр перенести по возможности на другое время. Так дружелюбно мы уже не посидим, да? Да, немножко. Есть такое между женщинами напряжение, какое-то волнение, может быть какой-то стресс, немножко дискомфортно. И еще этот аспект — это аспект расточительства, когда мы можем купить больше, чем хотелось бы, выносим полные сумки. Поэтому нужно быть предельно осторожным. Может затянуть в свои сети у нас какой-нибудь интересный магазин. Поэтому нужно держать себя в руках. И еще такой момент, что Венера — это все, что мы любим, все прекрасное, все совершенное. И мы можем в это время предъявлять какие-то завышенные требования к партнеру, либо быть расточительными, как я сказала, и не знать меры. Потому что Юпитер — это планета расширения возможностей. И когда он входит в конфликт с кем-то, то он начинает проявлять себя немножко неправильно. То есть начинает брать или давать сверх нормы. Поэтому здесь нужно искать золотую середину. То есть между двумя партнерами должно быть какое-то согласие. Поэтому мужчинам стоит быть не только внимательными к своим кошелькам, но и к своей второй половинке. Будьте чуть-чуть добрее, и вы справитесь, мы не сомневаемся. Для мужчин что ждать? Что ждать для мужчин? Не нужно делать какие-то крупные финансовые вложения, потому что Венера также отвечает за денежки. Поэтому лучше придержаться эту неделю от каких-то крупных трат и покупок. Отличный совет, мне кажется. Еще важное событие, которое нас всех ожидает, это полнолуние. И в этот раз оно будет с 9-го числа, и будет в знаке Овен. Что это значит? Это значит как раз таки то, что мужской энергии будет больше. Если здесь у нас в начале недели преобладают более женские энергии, то к концу недели энергии будут более мужские, более серьезные. И мы можем столкнуться с такой проблемой, что нам захочется сделать очень много дел, успеть везде. И нас будет растаскивать в разные стороны. Мы не будем знать, что же сделать, за что схватиться. И главный совет здесь — это успокоиться, потому что за двумя зайцами бежать смысла нет, поэтому лучше все-таки переждать тоже и за какие-то крупные проекты тоже не браться ни в коем случае, потому что полнолуние — это всегда напряженный аспект, когда Солнце выстраивается напротив Луны, и происходит между ними такой конфликт сознания и подсознания мужского и женского. Поэтому нас может немножко кидать в разные стороны. Может ухудшаться настроение, можем чувствовать апатию, какие-то негативные мысли могут просыпаться в нас. Нужно просто понимать, что все это временно, все это пройдет и встанет на круги своя. Как же интересно. То есть следующая сложная неделя у нас будет, да? В итоге, да. Каким все-таки общий прогноз на октябрь, можем сказать, все-таки благоприятный? Будет много перемен где-то к концу октября, когда уже можно будет действительно говорить о том, что то, что мы когда-то закладывали ранее, например, это была весна или лето, оно может уже дать свои плоды как раз символично. Октябрь месяц — это сбор урожая. Вот каждый может получить что-то свое, но это уже в конце и более детально расскажу потом. Интересно еще то, что 9-го у нас будет полнолуние, 10-го числа Меркурий меняет свой знак. Меркурий — это планета общения, мыслей и коммуникаций, и мы можем почувствовать то, что наши мысли немножко приходят в здравый смысл после ретроградности Меркурия, который, кстати, был в Деве и пытался найти где-то какой-то изъян. Переходя в весы, он находит дипломатию, находит спокойствие, находит красоту и гармонию в своих мыслях. Поэтому, конечно, было бы здорово в этот осенний период найти какие-то позитивные мысли для себя. Это очень здорово, потому что именно с мыслей начинается все то, что нас окружает, и мы сами притягиваем это все в свою жизнь. Да, осведомлен, значит, вооружен. Юля, вы сориентировали нас в общем, но есть и индивидуальные годовые гороскопы. Расскажите, пожалуйста, о чем это и как это работает? Неужели можно так задолго, вернее, далеко вперед можно заглянуть? Да, конечно. И такие гороскопы носят название соляр, то есть отсчет идет от солнца, это солнечное возвращение. Когда мы празднуем свой день рождения, солнце возвращается в то место, в тот градус и знак, и дом, в котором оно находилось в момент рождения человека. Это все астрологические сейчас были термины, которые я сказала, и происходит обновление. Человек обновляется, получает новую энергетику, получает заряд энергии и событийный ряд, который, собственно, и является прогнозом на год. То есть в преддверии дня рождения, да, или изначально в любой месяц ты просто знаешь дату своего рождения, время и место рождения, и можно из любой точки года, да, делать астрологические предсказания и прогнозы. Как это работает в плане человека, насколько такие прогнозы помогают жить? Помогают, потому что мы можем подстелить соломку туда, где может быть больно и неприятно. И еще интересный момент, что годовой прогноз всегда дает нам развернутую картину. Мы видим те обстоятельства, которые уже в жизни есть, и понимаем, что есть динамика, то есть есть развитие, и знаем, куда нам идти, и что нас будет ждать. Это интересно. Юля, вы так интересно переводите на русский. Ну, надеемся, что наши зрители поняли, к чему готовятся, сделали себе такую зарубочку в голове и будут как-то лавировать, если будут какие-то неприятности. Юля о них нас предупредила, в общем-то. Спасибо. И вам. Хорошего дня. И главный совет все-таки на неделю, вот в одном предложении от вас. Соблюдайте осторожность. Вот так вот. Ну, а мы продолжаем знакомить с вас звездным предсказанием, но уже не в таких масштабах, а на день сегодняшний. Итак, что же говорят нам звезды, каким будет понедельник, 3 октября? Для Овна, если вы занимаетесь делами, то главное не масштабными и не до полуночи. Постарайтесь выполнить все намеченные планы пораньше. У Овна возможен конфликт с шефом, если он в роли подчиненного. Приструните свои эмоции, а вот бизнесменам улыбнется финансовая удача. И для вас девиз октября семь раз отмерь, один раз отрежь. А вот что ждет тельцов. 3 октября тельцу следует во всех вопросах опираться на интуицию. Конечно же, здравомыслие никто не отменял, но сегодня вы не в силах решать задачи без включения воображения. Исход личного дела очень порадует. Вы осчастливите вторую половину девиз месяца для тельца «Копейка рубль бережет». Хороший совет близнецы. Дальше. Вам нужно изо всех сил сохранять теплые отношения с родственниками, не смотрите свысока и будьте доступнее в общении. Обязательно проверьте уровень гемоглобина в вашей крови, особенно если наблюдается головокружение. Вот если вы себя плохо чувствуете, сдайте общий анализ крови и все может быть и наладится. Для вас девиз месяца «Тормози перед лежачим полицейским и пешеходным переходом». Вот это чуть-чуть сбавьте обороты, наверное. Уместно для всех знаков зодиака. Итак, рак. Из-за споров с руководством репутация рака может резко ухудшиться. Даже те, кто к вам в коллективе относился с неприкрытой симпатией, будут настроены воинственно. Для поднятия настроения танцуйте. Да, прямо в процессе работы сделайте разминку. Девиз месяца для раков «Семья – это не главное». Это все. Представляете? Али вы, вам предстоит непростая задачка и нужно определиться с ближайшим окружением. Возможно, что с некоторыми псевдо-друзьями придется попрощаться. Не вкладывайте деньги во что-то серьезное, чтобы в будущем не оказаться в кризисном положении. Ну, смотри, все, что нам Юля сказала, да, на эту неделю, буквально с понедельника для вас, девиз для октября «Меньше интернета, больше жизни». В сторону телефон и наслаждайтесь живым общением. Девы, вам придется лавировать между работой и отношениями с коллегами. Ничего не рассказывайте о своих планах, даже если уже начали их реализовывать. И вообще, лучше оставаться в тени от тех, кто вас критикует. Это ударит по самолюбию. Девиз месяца для дев – делу время, деньгам удача. Замечательно, движемся дальше, весы. Сегодня вам без поддержки друзей и коллег ну просто не обойтись. Это не значит, что вы должны полностью положиться на сторонних людей и все взвалить на их плечи. К вам тоже будут часто обращаться за помощью. Будьте честны, если это окажется в ваших силах, не отказывайте никому, и для вас девиз – взвешивайте все. Перед скорпионом раскроются двери, которые он даже мысленно себе не представлял. Но это реальность. Будьте смелыми и решительными. С любым человеком ведите себя так, как в первый день встречи. Загляните в его глаза и поверьте в чувства. Девиз этого месяца учение свет, а не учение тьма. Действительно, это так, стрельцы. Сегодня для вас отличный день в денежном плане. Стрельцы решат приобрести что-то крупное, но позже одумаются. То есть переберегите деньги, тратить финансы пока рано, лучше поднакопить. Но понедельник хорош для учебы, сдачи экзаменов и командировок. Не занимайтесь сегодня физическим трудом и совет для вас не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Настя, слушаю тебя и такое ощущение, что в тебя вселилась Юля. Но вы действительно можете убедиться в том, что вот этот ретроградный Меркурий солнца в том или ином знаке, как это все реально работает. У нас козероги дальше. Козерога ждет день сюрпризов. В основном они будут приятными, связанные с близким человеком. Если концентрироваться на работе, творческих проектах, мысли успешно работают именно в том направлении, где можно развить таланты. Девиз этого месяца для козерогов «Смелость города берет». Водолеи. 3 октября вы должны проявить себя как прирожденные педанты и реформаторы. Поверьте, сделать это несложно, если у вас будет моральная поддержка. На вас будут смотреть с восхищением люди, которым вы помогали в реализации их проектов. Хорошо сложится и предстоящая поездка. Девиз месяца, лови с очком внимания бабочку удачи. Как звучит. Ну и рыбы напоследок, терпение когда-то заканчивается и начинается. Новая эра в рабочей сфере. Рыбы отлично потрудились, поэтому не стоит оглядываться назад и выискивать ошибки. Наоборот, учитесь на том опыте, который приобрели. Удачно сложатся свидания. Девиз этого месяца для рыб «Долг платежом красен». Ну а девиз команды первого Приднестровского и наш с Катей это здоровый образ жизни и активный отдых. Действительно, октябрь богат на большие спортивные праздники. И вот накануне прошло еще одно состязание. На этот раз в волейболе участие принимала и команда первого Приднестровского, но мы, как всегда, на спортивной волне. И футбольная команда у нас есть, и в регате президентской тоже мы принимали участие. В этот раз каких результатов удалось добиться, кто выиграл, насколько сложной была борьба и что это вообще за чемпионат такой, расскажем прямо сейчас. Профессионалы и любители волейбола в парке «Победа». Десятки участников и активные зрители между силовиками Приднестровья напряженная борьба. Победа за МФД. Сначала среди силовых ведомств четыре команды записались, но потом пятая команда записалась и пришлось чуть больше играть. Здесь не чемпионат мира, здесь именно все на позитиве, здесь с разных ребят, кто там работает, кто там встречается, разговаривает, кто-то знаком по пляжному волейболу. В этом году к соревнованиям присоединилась и команда первого Приднестровского «Авангард ТВ ПМР». «Авангард ТВ ПМР» это не только про футбол, волейбол нас тоже интересует, да и вообще в принципе все виды спорта. Здесь спортивная развлекательная редакция, СММ, АСБ, операторы, в общем все сотрудники первого Приднестровского. Я предлагаю присоединиться к тренировке. Как настроение? Настроение очень настроено на победу, но если проиграем, не сильно разочаруемся, потому что мы собираемся уже так целую неделю вечерами проводим классно вместе время. Когда-то 10 лет назад я в школе чуть-чуть мог что-то, а сейчас вот все приходится с нуля, руки неподготовленные. Это у неподготовленных остаются следы, как у меня. У тех, кто когда-то занимается какое-то время, у них все хорошо. Во время игры вообще ничего не чувствуешь, даже во время тренировки. Ежегодный турнир по волейболу проходит в третий раз всего 17 команд. 12 из них любители. Сейчас играем потому что до 15 это можно играть до 12 часов ночи, как говорится. Но если надо, будем играть, потому что, знаете, как в спорте говорят, двигатель-то заведен, вот так, все для ЗОЖа, все для здоровья. А еще здесь разные площадки с мастер-классами, слэк-лайн, хождение по стропе. Чтобы добиться такого результата, понадобятся ежедневные тренировки. Польза для взрослого в том, что мы с вами уже научились ходить, ездить на велосипеде и делаем каждый день привычные вещи. которые делаем на автомате и мозг перестает учиться. Как только отрываешь взгляд от ленты и все, просто все теряется. Состояние здесь и сейчас, в моменте. надо биться за каждый мяч, даже если что-то не получается, не расстраиваться, ждать свистка от судьи, не спорить с судьей. Игра была непростая, потому что мы не привыкли играть на песке, но я думаю, что к следующему матчу мы чуть соберемся. Золото у сборной команды ПГУ, а кубок лучшего игрока среди любителей забрала наша коллега Дарья Ведзовская. Ну что, мы надеемся, что под наше утреннее щебетание вы проснулись и готовы начать этот день бодро и весело. На календаре уже октябрь. Сегодня не 3 сентября, а 3 октября. Вроде бы вот так вот незаметно промчался первый осенний месяц. Мы вошли во второй. Если у вас есть грандиозные планы на эту осень, обязательно реализуйте и воплощайте все ваши самые смелые мечты, идеи в жизнь, потому что вот такие вот времена года, как весна и осень, это время действительно перемен и перемен к лучшему. Да, мне кажется, время сейчас несется с такой скоростью, что нужно наслаждаться каждым днем. Осень для этого, мне кажется, просто создана. Проводите время с семьей, на природе пока позволяет погода, балуйте себя чем-нибудь вкусненьким и наслаждайтесь жизнью. Надеемся, это неделя и день пройдет продуктивно. Ну а мы желаем вам хорошего настроения и только продуктивного дня. Этим утром с вами были Екатерина Чека, Анастасия Чернитинская и всего вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова